КОСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ СУТОК С ВАМИ ВИДЖЕВЕРИ И Я ОПЯТЬ ИГРАЮ В МЕХАНОИДОВ ШО? ОПЯТЬ? Да, вы наверное сейчас думаете, да блин, сколько можно уже проходить этих механоидов, у тебя вон сколько не было, а ты всё ещё что-то там пытаешься снимать про механоидов, ты уже закончила, ты уже прошла игру, зачем ты это делаешь, перестань, ну как бы на самом-то деле это, по сути, одно из последних реально видео, я конечно больше хотела делать, но я просто, у меня нет, к сожалению, времени, что вот всем заниматься, это очень печально на самом деле, хочется порой прийти, поиграть, а я не могу, и это грустно, но вот в этом видео конкретно я хочу вам показать, что можно делать с чит-кодами, да, у этой игры есть чит-коды, но когда я её проходила, когда я была младше, я понятия об этом не имела, а теперь я знаю, что они есть, и они достаточно такие, так скажем, удобные, единственное, у вас должна быть английская раскладка, понятное дело, ах да, вы залетаете на любое здание, неважно какое, главное, чтобы у вас появлялось вот это меню, да, вот нажимаете enter, можете, конечно, написать что-нибудь просто так, типа, hello world, и всё такое прочее, но, но, чтобы написать чит-код, самое банальное, добавить немного денежек, да, немного денежек, это самое простое, пишем add, balance, и, ну, я не знаю, вот так, вот так, вуаля, у нас есть бабло, да, это гораздо проще, чем летать, торговать, вот этим всем заниматься, единственное, рейтинг именно на торговлю у вас повышаться не будет при этом, зато у вас будет много денег, зачем вам рейтинг на торговлю, когда у вас есть много денег, да, всё становится очень-очень-очень-очень-очень просто, когда вы добавляете себе много денег, вот бы в жизни так, ну да ладно, второй код, это добавление рейтингов, это тоже очень полезный код, на самом деле, тоже лёгкий, add рейтинг, и, ну, я не знаю, пусть будет как-то так, ух ты, и вот у меня максимальный рейтинг, он тут десятый максимальный, я теперь не опасная, я теперь совершенная, чё, 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 что-то они от меня хотят, но это мне пофиг, я вам хочу следующий код показать, вот он уже посложнее будет, потому что он позволяет добавлять нам в трюм, что бы то ни было, это может быть какой-нибудь товар, это может быть какой-нибудь объект, это может быть оборудование, выглядит этот код таким образом. И дальше вот самое интересное начинается, потому что нужно знать точное название товара, конечно, можно посмотреть, если использовать какой-нибудь там СДК для механоидов, он был сделан для второй части, но работает с первой успешно очень даже. Ну, это долго, нудно, в интернетах ныне есть целый список всего того, что вам нужно, ну вот, он где-то тут, вот сейчас на экране должен быть, наверное, если я не забыла его добавить. Вот, и вы должны выбрать что-нибудь из этого, что вам нужно, я не знаю, но, допустим, я хочу добавить какой-нибудь товар типа титана, да, самое простое. Вот, я добавила титан. Добавляются товары по одному, к сожалению, это вот минус, как добавлять несколько, что-то я как-то не нашла, но, в принципе, я так понимаю, что это не особо и важно. Существует, конечно, это, конечно, не особо удобно, и на самом деле я люблю использовать этот код для получения какого-нибудь оборудования. Например, давайте попробуем добавить себе глайдер другой. У меня сейчас это хищник, а давайте попробуем получить глайдер какого-нибудь там первого, да. И мы получили, это, конечно, не первый, это у нас мечи судьбы, ну да. Ву-аля, вот так вот он выглядит, такая вот штука. Допустим, я хочу получить какое-нибудь оружие, для этого я пишу... Ad object... Gun... Royal gun... И вот у меня безоткатная пушка. Типа... Вот она. Дальше пишу, допустим, мне нужно добавить какую-нибудь ракету. Вот, собственно. А дальше можно добавлять какие-нибудь двигатели, щиты и прочее. Единственное, что добавить просто так реактор не получится. И я вам не советую его добавлять, потому что тогда он не появится как реактор, он появится как товар, который вы не сможете увидеть. Он будет занимать все место в вашем дреме, и вам будет сложно летать. Так что не надо добавлять себе новый реактор, на него лучше все-таки взять денежку. Вот, благо, что мы можем использовать щиты для этого. Зато можно, я даже не знаю, добавить какой-нибудь... Например, можно добавить маскирующее покрытие, да. И использовать его по своему назначению и так далее и тому подобное. Как у меня теперь выглядит мой глайдер. Вот так вот он выглядит. Конечно, можно добавлять всевозможные плюшки и на глайдера более низкого стандарта. Например, даже вот безоткатную пушку туда можно будет попытаться добавить. Но это не лучший вариант, потому что, во-первых, когда вы попадете в любое меню глайдера на любой базе, вам придется это все продать. Если вы получали глайдер, который слабее, точнее ниже стандарта, чем, допустим, какой-нибудь реактор или двигатель, а на самой базе не продаются мелкие двигатели, это будет несколько проблематично. Нам придется перезапускать игру. Поэтому все-таки надо быть с этим несколько аккуратными. Тем не менее, помимо этого, можно еще редактировать данные игры через СДК. Это можно делать по-разному, по-всякому. Мне это очень нравится делать время от времени. И это позволяет также создавать новые оборудования. Те же глайдера, какие-нибудь супер-мощные пушки. Вот это вот все. И там можно редактировать уже имеющиеся данные. Правда, конечно, надо делать это аккуратно, иначе игра не скажет вам спасибо за это. А также там можно создавать новые оборудования. У меня разница в чем? На том оборудовании, которое уже есть, которое используется в игре, на нем там, не знаю, какие-нибудь механоиды уже летают, там какой-нибудь глайдер, да, вы захотите делать его быстрее, они будут летать как бешеные и так далее. А если вы создаете с нуля, вы нигде не сможете этого купить, но вы можете это добавить через читы. Я сейчас покажу вам парочку вещей, которые я, так скажем, создала, да. Вот, например, получен объект, который даже неизвестно как называется, но по факту это глайдер первых, один из. Так он называется Феникс, но у меня он без названия. Он без названия, потому что я не создала для него отдельно описание, и, в общем, короче, вот. У него нехилая такая прочность, как вы можете видеть, да. Конечно, это не имба, но неплохо. Грузоподъемность шикарнейшая, такой нигде и ни у кого нет, вроде как. Даже, кто там у нас? Ну да. Два цена тысяча, это, конечно, очень круто. На нем можно все, что угодно таскать. Хотя, по идее, это скоростной глайдер, и у него не такая уж большая грузоподъемность. Ах да, и я как бы его сделала атакующим. Хотя, по факту он скоростной, забавно, да? Ну, ладно, добавим еще что-нибудь, например, это будет у меня... Супер броня, да? Да, вот это вот супер броня. Прочность 80 тысяч единиц с быстрым восстановлением. Почему бы нет? Добавим теперь какой-нибудь энергощит, да? Ну, должен же он быть. Название для них я тоже не придумала, просто вот так оно выглядит. Выглядит тоже он стрёмно. По идее, это не должна быть броня. Это какой-то контейнер дикий, ну да. Мне пофиг, лично. Не знаю, как вам. И сейчас попробуем кое-что забавное. Это у нас реактивный двигатель. Да. Реактор я не меняю, потому что это, в принципе, невозможно вроде как. А сила тяги у него очень большая. Для сравнения я вам покажу быстрый вакуумный двигатель. Здесь всего 415 сила тяги, да? А у этого вот столько, да? Ну и, собственно, сейчас я вам продемонстрирую, что оно у себя представляет, да? Итак, вот мы снаружи. Я отключила форсаж на всякий случай и, короче... У-у-у-у! Аж всё, подтормаживать стало. Так. Может... Я сейчас вообще зажимаю X, то есть... Торможу, можно сказать. А вот это я полетела, да? Я даже толком не разгонялась. Я просто лечу, да? 2000, не знаю, километров в час. Если включить форсаж, то вообще будет просто улётно. Но контролировать такую скорость довольно-таки сложно. Сложно, но можно. Можно за пару минут пролететь по всему сектору. Да даже быстрее за минуту пролететь. Просто круг такой сделать. И это, с одной стороны, конечно, удобно. А с другой стороны, ну, кому как. Но это я экспериментировала с данным двигателем. Я просто искала что-нибудь побыстрее, чтобы с ветерком, знаете ли, так прокатиться. Но из-за того, что слишком быстро игра может подтормаживать, это раз. А во-вторых, довольно-таки сложно этим управлять. Вот сейчас я, как бы, так скажем, ручник включила, да. И поэтому, в принципе, терпимая скорость управляемая. Но это неудобно. А если убрать ручник, то оно будет слишком быстро. Очень сложно маневрировать вот с этим всем. А если поставить скорость еще быстрее, точнее силу тяги, то тогда, ух, можно улететь и не вернуться. Поэтому это не вариант. Но согласитесь, это прикольно, знаете, так ради прикола. Просто ради прикола. Прошел игру, решил полетать. Чего бы нет. Уэй. Вот реально, я летаю, я летаю, я наверху. Такого не добиться ничем. Конечно, во второй части люди прикалывались, пытались добраться через контурное поле наверху. То есть они брали молнию пустую, без всякого лишнего оборудования. И пытались лететь как можно выше. Потому что гладер легкий, а это иногда получалось. Но тут не обязательно быть легким. Просто вот такой вот офигенный двигатель. Ну и, собственно, у меня есть немного другой вариант. Он заточен больше на защиту. Это гладер считающего. С супер защитой. Но даже он не сможет защитить всего абсолютно. Но тем не менее. Так, сейчас. Ага. Ну, двигатель я не буду менять, потому что мне сейчас скорость вообще не нужна. И так вот так мы выглядим. По идее, у считающих не может быть оружия на их гладерах. А у меня может, потому что я выше всего этого. И, собственно говоря, почему бы и нет. Ну и что я могу? Я могу стрелять, да. А еще я могу избегать всяких... Ну, я не знаю. Где-то тут аномалия должна быть рядом, да? Вот это вроде, да? Вот. И я могу тут спокойно находиться и не взрываться. То есть, да, тут есть электромагнитная опасность. И даже вроде что-то как-то меня... Она задевает. Но по факту мне все равно. И у меня ничего не снимается. Ну, я имею в виду энергощит. Тут он уже снимается, потому что тут реально прям сильно такая опасность, да? И энергощит, он как бы у меня четверной, но не самый, так скажем, супер-дупер. А вот броня непосредственно, она, по идее, у меня должна быть получше. Но я, если честно, не уверена, сможет ли она выдержать эту аномалию. Все-таки тут база как-никак взорвалась. Да, броня выдерживает. То есть, она не становится меньше. Задевается, но не становится меньше. Это плюс. А вот против чего эта броня вряд ли выстоит, так это контурное поле. Почему? Ну, потому что вот его таким сделали. То есть, если я сейчас взорвусь, я не удивлюсь даже. Даже несмотря на то, что у меня все мои показатели более-менее в норме. Кто знает, что будет с этим глайдером? Потому что показатели этого энергетического поля, они какие-то очень странные. Во второй части, там вот вообще даже не обязательно получать какой-то урон. Ты просто в итоге взрываешься. Даже если используешь тупо фрикамеру, там очень плохая фрикамера. Потому что она как бы создает, я не знаю, дрон, который ты пытаешься куда-то отправить. И в итоге он не может пройти сквозь контурное поле и взрывается. Это тупо, я считаю. Но с другой стороны, что поделать. Самая хорошая фрикамера именно здесь. В первых механоидах. Насчет механоидов гонок я вообще ничего не знаю. Потому что я в нее не играла, поэтому ничего сказать не могу. А вот что касается этих двух, то да, тут вот самое все лучшее, так скажем. Ну, блин, ну тут есть где-нибудь место, чтобы пройти? По идее, тут должны быть вот эти вот контурные дыры. Но я чуть не пролетаюсь. Точнее, пролетаюсь с пролетом. Это странно. По идее, тут должно быть место, через которое туда можно попасть. В каждом секторе есть небольшое отверстие в этих контурных полях. Но что-то вот не находится оно. Но судя по всему, у меня очень даже неплохая броня, четырная. Она не взрывается. Вот там кто-то где-то взорвался, я слышу, а я не взрываюсь. Разрываюсь. Это удобно. Ой, да неужели, наконец-то получилось. Вот смотрите, да, я здесь. Да. И тут даже можно восстановить и другая щита. Смотрите-ка. Ну, сейчас мы попробуем с вами то, что делать не стоит. Ну, в общем, посмотрим, что там на краю земли. А на краю земли... Ой, что тут происходит-то на краю земли? А это даже еще не край земли. Это, так скажем, пред... Предкрай. Как я вообще сюда попала? Я чуть не помню. Но вы видите, броня тут хавается просто на раз-два. Это грустно. А вот и глайдер у меня начал это самое терять в здоровье, так сказать. И отсюда уже хрен выберется, потому что, ну... Да. И, собственно, мы все за грани. Нас даже не видно. Вернуться мы уже не сможем. И все. Игра при этом вылетает. Поэтому я не советую вам так делать. Да, не делайте так. У игры есть свои лимиты. И если их перейти, то становится уже не особо играбельно. Я надеюсь, вы это понимаете. И, конечно же, я уже говорила вам про фрикамеру. Точнее, буковку N чудесную. Которая позволяет менять время суток. Я ее обычно использую чисто для того, чтобы поменять погоду. Потому что, когда тут вокруг тумана, ничего не видно. Это не так клево. Блин. Но, опять же, это может влиять на игру в том плане, что она начинает лагать. Конечно, после запуска она тоже лагает. Где-то минуты две-три надо просто... Там можно даже, наверное, минуту просто постоять на одном месте, подождать. Пока она вся придет, прогрузится в локацию, и все будет в шоколаде. А если вам надоест вообще все это, вы там, не знаю, будете играть, перепробуйте все, что только можно. Можно устроить что-нибудь интересное. В каталоге с игрой и есть таблица, в которой расписаны отношения между кланами, разными механоидами и так далее. Он называется StartPolitics и непосредственно обозначает базовые отношения как к игроку, так и между собой. Вот так вот он выглядит. И его можно редактировать. Все довольно-таки понятно. Отношения организации. Дальше идет агрессивность, которую она может проявлять по отношениям к другим механоидам, если там их задеть или еще что-нибудь сделать. И авторитетность непосредственно в секторе. Как можно видеть по самым первым, это трансы, захватчики, еще кто-то там. Ну, они не по порядку, конечно, идут просто как есть. В общем, сначала идут трансы, которые все знают уже, наверное, и захватчики. Будем на них смотреть, как все работает. А именно, трансы у нас не особо агрессивные, потому что у них всего значение 30. У захватчиков это значение 80. И понятно, почему. Авторитетность трансов тоже меньше, чем у захватчиков. Трансы относятся к самим себе хорошо, а вот захватчики к ним относятся очень плохо. Это сразу видно. В то время как трансы к захватчикам вообще никак не относятся, просто пустое поле. Но можно написать все, что угодно. И таким образом можно как подружить всех абсолютно механоидов так, и сделать их врагами друг с другом. Даже считающих, даже считающих, которые здесь абсолютно не агрессивные. У них стоит ноль по агрессивности, и в принципе они ничем не могут вас задеть. У них оружия даже нет. В общем, путем обычного редактирования можно добиться вот такой таблицы, когда все друг друга будут любить и жить в мире, что приведет к довольно-таки спокойному существованию в мире механоидов. Можно сделать так, чтобы все ненавидели только непосредственно игрока. И еще есть вариант просто всех друг с другом поругать, то есть у всех поставить минус сто или тысячу. Допустим, трансы к себе будут относиться хорошо, а всех остальных будут ненавидеть. И так далее. Вот как-то так это можно сделать, и агрессивность будет на сто поднята и так далее. Давайте посмотрим, что из этого получится. А получится кое-что любопытное. В случае, если все механоиды друг к другу и к вам относятся хорошо, то понятное дело, что никто ни с кем драться не будет, даже если вы будете пытаться их просто покрошить на львье. Если вы заставите их поссориться друг с другом, но они будут лояльны к вам, то можно будет понаблюдать за настоящими войнами механоидов. Особенно будет любопытно смотреть, как трансы пытаются изничтожать всех вокруг. Это выглядит особенно забавно, зная то, что они обычно достаточно мирные ребята. Ну и наконец, вариант, где все всех ненавидят, и особенно игрока. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что выжить в таком мире даже на легкой сложности будет сложно. По идее, старт политикс влияет только на начало игры, но иногда можно встретить отголоски влияния этого файла на уже имеющихся сейвах. Поэтому, возможно, у меня происходила некая странная фигня порой. Хотя особо в начале я с этим файлом не экспериментировала. В общем, как-то так. Вот такая вот игра, в которой можно делать все что угодно, забавляться как угодно. И, возможно, она достаточно старая, и графон у нее устаревший, но, тем не менее, она затягивает. Здесь шикарный саундтрек. В нее интересно играть, даже после того, как вы ее пройдете. И, собственно, это я и считаю критерием хорошей игры, когда вы хотите остаться, даже после того, как вроде бы все уже сделали. На самом деле, мне бы хотелось провести здесь больше времени, показать гораздо больше и сделать гораздо больше, но, к сожалению, я не могу позволить себе подобную роскошь. Тем не менее, еще одно видео я все же запилю. Это несчастные таблицы про торговлю. Ну, а пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok